Совсем скоро Центр детского творчества «Новации» выйдет на качественно новый уровень. Ребята, которые сейчас учатся мастерить и программировать простейших роботов, смогут решать вполне конкретные бизнес-задачи. Площадкой для практического применения полученных знаний станет технопарк «Кванториум». Проект уже заручился поддержкой муниципального бюджета и получил грант от Миноборнауки 77 миллионов рублей. На эти деньги приобретут суперсовременную технику. Задача на технопарк – это разработка уже творческих проектов, но ориентированных на бизнес. То есть роботы, которые будут выполнять практические задачи и решать наши повседневные проблемы. Например, у нас в прошлый сезон были задачи, связанные с решением проблем аэропортов. То есть мы искали робота, который будет обслуживать самолет после прибытия, то есть чтобы это выполняли не люди, а роботы. Помимо робототехники «Кванториум» предложат школьникам развиваться в сфере 3D-моделирования. Сейчас ребята учатся проектировать различные объекты на компьютере, после чего их можно распечатать на 3D-принтере. Основной материал для трехмерных макетов – специальная пластмасса. Оборудование технопарка позволит создавать модели из дерева или даже металла. В сфере 3D-моделирования там будут абсолютно новые горизонты открываться, потому что оборудование будет все дорогостоящее, оборудование будет печатать с точностью, если я не ошибаюсь, до 10 микрон уже. То есть можно будет делать и протезы для рук, и уже идти там более в медицину, там делать какие-то медицинские макеты для чего-то. Прототипом технопарка стало агентство инноваций, которое действует на базе новаций. Здесь старшеклассники не просто учатся управлять сложной техникой, но и зарабатывать деньги на коммерческих заказах. Руслан ходит сюда уже два года, за это время выполнил не один заказ. Начиная от магнитиков и сувенирной продукции, заканчивая печатными портретами на фанере. И занимаюсь в основном на этом станке. Это лазерный гравер. Он вырезает и гравирует на огромном спектре материалов. Также я занимаюсь на плотере. Этот станок нужен для резки бумаги. Он может резать наклейки. Всего в технопарке планируют открыть 6 направлений для технического творчества. Для каждого необходимо закупить соответствующее оборудование. Если брать роботы техническое направление, то там всевозможные комплектующие для роботов, сами роботы, например, робо-рука. А если брать про аэро, говорить про аэро, то это летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры. Дополненная виртуальная реальность, шлемы дополнены виртуальной реальности, очки виртуальной реальности. Ну, соответственно, там хай-текциях, это лазерная технология современного уровня. Важную задачу, которую ставят перед собой создатели технопарка, привлечение инвесторов и предпринимателей. Цель – формирование такой среды, в которой школьники могли бы совершенствовать уже имеющиеся технические навыки, а бизнес – решать практические задачи. Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ Иваново.